Порядка 100 тысяч в рублях. Этот минимум за подключение газа заплатили многие жители Бобровки. А государство добавило еще более 53 миллионов рублей за все время работ. При этом дома до сих пор топили углем. И наконец... Построено более 20 километров газопровода высокого и низкого давления. Построены газораспределительные и газорегуляторные подстанции. И на данный момент по нагрузке газопровод готов к подключению более 300 домовладений. История длилась долго. Сначала администрация Первомайского района приняла работы подрядчика Томской компании. Потом выплатила деньги по контракту. А после не подписывала акт выполненных работ. В общем, ввод в эксплуатацию затягивался. Завязался конфликт между жителями, руководством района и подрядчиком, в котором жители Бобровки занимали позицию последнего. По какой-то причине администрация района не считала возможным, скажем так, вовремя делать документы. На сегодняшний момент, честно говоря, жители рады. То есть очень рады. И те проблемы, которые были, они у многих на сегодняшний момент уже спали. И под Новый год у нас получается ситуация, при которой они действительно счастливы тому, что они могут подключать дома. Сейчас не нужно носить дрова, уголь ведрами носить, еще сюда его привозить, перегружать. Чисто. Потому что сейчас вот у нас во дворе будет снег чистый. Потому что от угля он летел, а сажа не всегда чистить приходилось. Каждый день этот котел, вся сажа летела. Приходило все мыть там. Вот эти плюсы. Чистота и тепло. Жители надеются, что по итогам зимы они еще и сэкономят. Вот только доступно голубое топливо, пока не всем. На сегодня к природному газу в регионе подключены не более 13% всех домовладений. Андрей Дреев, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.